Сакмарский район Оренбургской области Сейчас в центре проживают 17 человек. В основном мужчины молодого и среднего возраста. По понятным причинам встречаться с журналистами особого желания ни у кого из них не появилось. Только один реабилитант согласился с нами поговорить. Как получилось, что вы сюда попали? Ну, это мое личное желание было. Жизнь сменить свою к лучшему. До этого все-таки проблема была, да? Да, до этого проблемы у меня были с алкоголем. Зависим я был от нее. А сейчас хочу, чтобы жизнь наладилась в лучшую сторону. Этот человек проходит реабилитацию здесь уже полтора месяца. Специалисты говорят, что у него наметилась положительная динамика. Занимаемся психологами, психотерапевтами, трудотерапией у нас, режим. Ну, в общем, нормально все, не жалуюсь. Помогает. Атмосфера такая у нас тут в лесу, как в деревне все. Озеро. Свободное время, досуг, книги, литература. Реабилитанты заняты работой целый день. Учатся плотничать, столярничать, ухаживать за животными. Пробудете какое-то время. Потом нужно будет возвращаться в обычную жизнь. У вас есть какие-то планы, какие-то задумки, мысли? Естественно, как у нормального человека. Нормальная семейная жизнь. Есть женщина у меня, которая ждет меня, надеется на меня. Как думаете, у вас получится? Ну, получится. Конечно, получится. 14 лет назад в структуре областного наркологического диспансера появилась эта реабилитационная база. Создавали ее сотрудники практически с нуля. Восстановили одноэтажное разрушенное здание. Теперь это двухэтажный корпус на 25 мест. Функционирует и зимой, и летом. Эта территория, она находится на территории района, а мы областное учреждение. И, соответственно, все вот вещи, которые мы делаем, там, стирку, там, и прочее, прочее, приходится сюда пищу возить. Но мы создали это не просто так. Создали для того, чтобы здесь были пациенты оторваны от городских улиц, от тех компаний, в которых они бывают. Здесь, в центре, каждому вновь прибывшему предоставляется место для проживания. Комнаты двух- и четырехместные. Столовая, медицинский кабинет, где круглосуточно дежурит медсестра. Учебный кабинет. Здесь с реабилитантами работает психолог. Помогает разобрать личную жизненную ситуацию, выяснить основные проблемы и найти пути решения. Работа ведется как индивидуально, так и в группе, у которой есть свои правила. Открытость, готовность, честность, уважение. Сложнее работать с теми людьми, у которых нет, у меня осталось родственников, которые разуверились, и, соответственно, никто не помогает им в жизни. Никто их не ждет, никто им не доверяет, и они себя уже не видят в этой жизни. Полгода назад по федеральной программе в областной наркологический диспансер поступило четыре аудиовизуальных комплекса для психологической разгрузки. Один из них установили здесь, в реабилитационном центре. Пациенты во время процедуры созерцают на большом экране специально подобранные картинки живой природы и слушают музыку. Есть сеансы мобилизационных, которые тонизируют нервную систему и самого пациента. Те, которые помогают ему расслабиться, тем самым снять напряжение, стресс какой-то, чтобы было полегче с настроением. По этой же программе в центр поступил и мини-трактор. Один из сотрудников, Андрей Харламов, обучился работе на нем и вместе с реабилитантами использует новую технику в хозяйстве. Очень выручаем. На огороде пахали на нем, косим траву, перевозим что-то. А хозяйство в центре большое. Коровы, овцы, куры, гуси. За всеми нужен уход. Накормить, напоить, убрать в помещении. Все это делают реабилитанты. Даже свой орел есть. Раненого подобрали несколько месяцев назад. Подлечили, а птица не захотела улетать. На огороде много разных овощей и кустарников. Уже собрали неплохой урожай клубники и сделали себе варенье на зиму. А на днях засолили 19 банок огурцов. Труд играет важную роль в восстановлении человеческих каких-то качеств. То есть тоже ответственное отношение к труду, к выполнению каких-то заданий. Чтобы человек включал свои мозги и, соответственно, выполнял поставленные перед ним задачи. Сначала в минимальном плане. И все с моментом выздоровления все сложнее и сложнее. Подобных реабилитационных центров для людей, страдающих наркоманией или алкогольной зависимостью, в стране единицы. Оренбургский центр заинтересовал и зарубежных коллег. Сюда перенять опыт приезжали медики из Италии и США. Реабилитация здесь длительная – около года, а то и больше. В это время они встают на ноги, в это время они получают заряд новой энергии. И самое главное, в это время они никого не бомбят, не тревожат семьи, не воруют, а находятся в этих реабилитационных центрах. Работа кропотливая и очень сложная. Не все пациенты, вернувшись в привычную обстановку, справляются со старыми проблемами. Некоторые возвращаются вновь. Оторвать от пагубной зависимости и вернуть опустившегося человека к нормальной жизни – задача не из легких. Еще труднее закрепить в нем те положительные навыки, которым он научился в центре и уже мог бы пользоваться ими в социуме.